Так, и с последнего момента многое что поменялось у меня. Босса последнего я не травил, больше после последнего раза, но я занимался кое-чем другим, а именно открывал исследования. И так получилось, что я все-таки открыл все исследования, что свитковые, что схемовые. То есть у здесь все открыто, и у схем тоже все открыто. Ну, у бумаги уже давно все открыто. Давайте посмотрим, что у нас получается здесь новое, что мы еще не видели. Во-первых, это вот этот вот шкаф, ассортимент ящиков. Давайте глянем на него. Это получается, у нас здесь есть, ну, мелкие есть совсем здесь на 14, 21 предмет. Также есть вот этот на 28, вот такой на 42, и вот этот ящик это на 35 предметов, то есть это меньше, чем вот здесь, вот здесь 42. Но, тем не менее, он визуально как бы чуть уже, но чуть шире. То есть, наоборот, ну не шире, что это? Ну, короче, ну шире, в общем, мы будем. В общем, ну, короче, сами видите, в чем различие. И получается, то есть, смотрите, две ячейки он не занимает таких. То есть, вот эти штуки, мне кажется, спокойно могут заменить этот шкаф двумя шкафами. Что, кстати, выгоднее. Потому что 28 плюс 28 это 56, а здесь всего 42. То есть, два вот таких шкафа рядом поставить, это выгоднее. И места они будут занимать, мне кажется, столько же. А вот эти шкафы, это типа для тех, у кого, я так понимаю, мало места в так вот поставить, но зато можно как-нибудь широко, чтобы использовать их. В общем, разнообразие в шкафах есть, но мне абсолютно не нравятся эти шкафы. Может быть, для визуала еще можно использовать. Но так, в них смысла, мне кажется, мало. Только если вот других нету, можно использовать их. А, все остальное было. Это тоже было. Подсвечники, да. Дорожку даже уже показывал. Столы. Изысканная обеденная группа. Так, вот они. Это три стола такие. Из-за резного дерева. Маленький круглый стол. Там, кстати, на иконке какая-то странная хрень нарисована. Но я так понимаю, они стыкуются друг с другом. Давайте даже попробуем. Вроде у меня есть это дерево, которое им требуется. Так, да. Чуть есть. Ааа, лол. Сюда, кстати, я не заходил. Этого я, кстати, сам еще не видел. Нет, это, походу, просто... Столы, которые я не видел, окей. И стол для исследования эрудиция. Вот, прикольный. Получается, вот здесь вот все эти основные столы. Ага. То есть у нас был вот такой обычный стол? А, или, по-моему, даже не такой был. По-моему, он меньше, мне кажется. Вот, теперь есть, короче, вот такой стол. Такой. Надо вот так, наверное, сделать. Вот, получается, этот стол, который на картинке там и нарисован. И вот такой вот еще стол. Прикольные столы. Окей, я думала, они прям совсем-то мало открыли. Но нет, все в порядке. Так. Стены тюрьмы были. Не было вот этих стен. Это уютные обои. У меня есть комната с ними, поэтому я покажу. Ну, вообще нет. На самом деле там не только такие обои. Там их много очень. Обои. Да, вот эти. То есть они есть такой обычный вариант. И... Где тут чистая стена? Чистых стен нет. Вот эта пускай будет. То есть такая вот обычная. С узором. И куча разноцветных. Зеленая, синяя, белая, красная, фиолетовая и серая какая-то. Честно, мне не особо нравятся эти обои. Некрасиво выглядят. Но эти у меня комнаты с ними у меня есть. Также есть знамена. Они же баннеры. И их на самом деле как-то маловато. Они вроде на колонны вешаются. Их почему-то всего два вида. И внутри вида еще два вида. То есть есть... А настенное знамя есть обычное. И почему-то есть только мистическое и сектантское. То есть красное и синее. И их можно вешать на стены. Вот так вот. Красное и синие. А вот эти вешаются чуть сбоку. И они у меня, кстати, даже уже висят. Не могу показать. Что-то такое лежит. Какая-то... Ладно, пусть лежит. Все здесь у меня такие висят. Здесь у меня, по-моему... А, ну тут такие же. Блин, темно не видно. Ахаха, ну вот как раз таки сейчас будет светло. И здесь у меня висят такие обычные. Синенькие и красные. Во, здесь прекрасно видно все. Ну, прикольные бандеры. Единственное, что вот здесь вот проблема с ними. Они тут упираются в эти... В перила. Здесь они немного друг на друга накладываются. А это проблема есть и у таких, и у обычных. Так что никак ее не решить. Так, и знамя, ну это вроде последнее было. Ну, броня, оружие, это все понятно. А, пойдем теперь посмотрим, что у нас у самого тени открылось. А, ну, кстати, вот. Да, случайно прошел через эту комнату. Это новый обои и новый пол. И это пол короткий ювелирный. Посмотрели на него случайно. Не хотел здесь проходить, хотел потом показать. Ну ладно, забыл немного. Пропустите меня, ребята. Так, наверх можно? Вот, получается, здесь у нас не было краски вот полов этих двух. Причем единственное, что мне было нужно, и оно единственное, что было открыто последними слотами. То есть этот пол мне вообще сам последним открылся. И... Ой, такая карта. Получается, это пол тюрьмы, которого нам не хватало. Он, кстати, ну, плохо видно. Это, кстати, не он. Или... Стоп, нет. Ладно, хорошо, здесь вообще не видно ничего. Ну, короче, вот такой вот пол. Ну, из-за того, что ресурсов не хватает, он красный, к сожалению. А, так, и второй. Это... Ювелирный. Да. И ювелирный там не есть. То есть есть вот такой вот с диагональю. И вот такой вот с параллелью. Пол тюрьмы у меня, кстати, используется в той комнате. Давайте даже сходим туда. Через телекор тюрьму, мы быстро можно... У меня ресурсы с собой. Ну ладно. Просто было же. Прощай, дерево. А, ну, что-нибудь, туда светало. Здесь я, кстати, ничего пока еще не делал. Но я, кажется, таки занимался только фармом. Но новый пол у меня вот здесь вот тюремный. Он как раз таки тюремный, поэтому в тюрьме и находится. И что он дает, кстати? Он дает... А, минус 25 используется... А, что минус 25? Урон, получаемый при извлечении крови уменьшается, если в этом помещении используется пол. Так. Вот это вот это. 30-60. А что-то, по-моему, то же самое осталось. Вроде был 30-60, или был 30-70. Или 40-70. Ну, не знаю, может не отображается, конечно. Но, может быть... Короче, не знаю, ладно. Это работает. Ну, надеюсь, хоть как-нибудь это работает. Что-то полезное делает. Так, хочу вернуть свои доски. Это так мало. Дерево, блин. Обидно то, что деревья декоративные так срываются у меня. Ну да ладно. Они все равно потом обратно вырастают. Просто надо ждать. Так, эти шкафы вроде и были. Эти тоже уже давно. Это все тоже было. Было, было, было. И получается только вот этот. Подвесной фонарь остался. Подвесной фонарь. Освещение. И это он. Элегантный подвесной фонарь. Прикольная штука. Я, наверное, на улице повешу много таких. Но проблема в том, что у него нету других цветов. То есть он только в одном цвете. Ну, с другой стороны, это фонарь. Поэтому, по-моему, ему еще цвете будет. В принципе, все фонари так работают. Даже вот эти. У них нету различий в цветах. К сожалению. Также, к сожалению, нету больших фонарных столбов. То есть есть только такие маленькие. А большой какой-нибудь фонарный столб. Чтобы сюда как-нибудь скисал. А таких огромных нету. Хотя очень хотелось бы. Так. А с декоративной частью понятно. Дальше у меня вся броня, естественно, открыта. И вся броня скрафчена. Так. И сюда. То есть вот у меня теперь полный сет из доспеха Кровавой Луны. Выглядит примерно вот так. Это же без плаща. Ну, в принципе, фиолетовый мне нравился больше. Но этот тоже неплохо выглядит. Что мне реально не нравится, это плащ. Обидно то, что я до сих пор не нашел никакого плаща. И, скорее всего, уже не найду. Потому что фармить я особо больше никого не хочу ходить. Кольцо я уже показывал, новое скрафтил. Кольца тут вроде все открыты давно уже были. Оружие понятно тоже. Я думаю, еще какие-нибудь пушки накрафчу. Может быть даже все. Ну, хотя все уже навряд ли. Уже все-таки конец игры, последний босс. Тестить их не на чем. Вот так же открылся второй зелье. То есть теперь у меня зелье на 8 единиц сил магии и физической силы. И, наверное, у них единственное, что нужно смотреть, это рецепт. Ну, бронепонятный рецепт. Это видно, в принципе, было на других шмотках. Другие шмотки я уже показывал. То есть там что? Шелк. Имперская нить. И хитин, что ли. К моему он. И крафт этих. Зелья ярости, это аскерок. И свирепая бугорчатка из рыбы. А здесь снежник и болотник. Ну и вода, естественно. Получается, где тут моя рыба? Вот эти штуки у меня, в принципе, 6 штук есть. А болотники 3 штуки есть. В принципе, можно 3 раза скрафтить. На самом деле, один раз я уже скрафтил. И я думаю, мы сегодня сделаем 1-3 босса с фулл бафами. То есть вот я накрафтил 2 этих зелья. Не знаю, тратятся ли они после смерти. А, да, кстати, вот шлем. Я, по-моему, не показывал этот шлем. Также хилл, кстати, накрафтил. Это шлем Эшфолка. Так вот выглядит. И это шлем, который можно купить у торговца в Брайтхейвене. То есть где-то он там в домике находится. Где-то здесь примерно. Не помню уже где. Или сверху вроде. Не, вроде снизу. И стоит он 550 серебряных монет. В принципе, примерно, стоило показать, как я это покупаю. Но там вроде ничего интересного не было. То есть я просто взял зелье с резистом на серебро. Взял 550 монет. Долетел в ладьетучей мыши до нужного места. Примерно куда-то сюда. И трансформировался в человека. И как бы все. Купил эту штуку. Так что ничего важного там точно не пропустили. Так, наступила ночь. Идеально. Можно сейчас пойти на босса. Так, первый трай без бафов. Я хочу вспомнить его мувсет. Что он там делает. Может быть даже два трай сделаем. А потом сделаем трай с фул бафами. Это просто на самом деле даже интересно, насколько поменяется сложность у босса. И поменяется ли вообще. Так, не на месте. Я у босса. Также я, кстати, поменял ульту на вот эту вот. Не уверен, что вам не хватит. Ну, она успеет перезарядиться где-нибудь на второй фазе. Нормально. Но, надеюсь, что успеет. Давайте с нее начнем. В подлаге или много? Надеюсь, сейчас не пустит. Так, он почему-то попал на меня. А почему? Не получилось его обмануть. Какая-то он, наверное. Вау, мне кажется, призвал. Может, он побольше. Блин, ну почему-то ко мне-то попадает. А почему? Ай! Если ничего здесь попало. Как сделал, чтобы не попадало? Господная стране надо идти, чтобы он не попадал. У меня полка П. нет. О, френа. Не подлинно так, блядь, не попал. Это что такое вообще? По кому он? Успею? А-а-а. Жесть, а у меня кто-нибудь мог. Блядь, опять попал? Да сука. А, у меня бафов на сопротивление огня нет. Все, я понял. Это ошибка, ошибка, ошибка. Но я не нахуй, да блядь. Ладно, это был пробный трай. Я просто вспоминал, что делает босс. Ладно. Как же плохо. Или мне сразу двое фигачат? Блядь, не буду просто другую сторону. Ай-ай. Ну ладно, был пробный трай. Очевидно. Ульт-Акси почти отгоношилась. Хорошо. Я могу, наверное, на второй фазе попробовать вот эту хуйню убить ультой. Вообще, даже несмотря на то, что я забыл повесить на себя баф на сопротивление огню, мне все равно не нравится то, что он... А пока я шилдю, все, попадает по мне. Сквозь щит. Что-то прям не звучит как-то адекватно. Я как-то и без урона засчитываю. Вот так вот, плюс-минус. Тут было куча скелетов и по мне не было урона. Ам, не рано? А щит вообще, это кто-то скилл откадает, что тебе есть. Ладно, сейчас надо было. А вообще тайминг перед потолки. Вот, 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 вот. Менчик не взял. И урона нет. Урон берется. Дарит не хочет нас дути. На-нахуй. Он сразу выехал от них, конечно, но я думаю, не догонит его. Падок надо. И хреначку. Так, закончим скелет. Так, ты вон призвал? А, стоп, он не будет. Странно, ладно. Ну а на-то, вон, что-то улетит. Двоим? Так, не хрен, надо его. Ты не попала по мне в меня, серьезно? Ай, блять, что это было? А где вторая? А, нет, тогда мне, ну, видимо. Так, у меня в КД топоры. Так, он не на второй фазе, до сих пор. Достал, да? Так. Хороший. Сейчас, обапнуть. Так, три. Ой, идеально. Чел, ты же в центре должен стрелять. Блять, у нас спило обратно. А, блять, она развернулась. Слишком недолго держалась моя трень. Так, очень плохо наберусь. На буран свалил. Тихо, 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 тихо. Ты что? Че? Попал по мне? Блять, убила! Сука, я хотел ее убить. Я хотел посмотреть, что будет, если я ее убью. Вообще, я тут все, лин пошел просто, чтобы ее убить, тупо. Но я очень много урона ловлю, конечно. Хз, чего там? А, и этот чувак почему-то не встал. Интересно, почему? Потому что он не успел... То есть, то, что я ему много хп снял, и он не встал очень долго. Потому что до этого, я помню, он успевал встать и начинать кастовать. А тут он второй раз... Ну, точнее, не кастовать, просто начал обычные атаки делать. А тут он начал второй раз кастовать свои лучи. Тяжело, кстати, тоже эти лучи дожить. Они как-то хаотично двигаются. Пока непонятно, что с ними делать. Ну... Блин, улетал, вот вы видите, бауро, не хватает какой-нибудь демеж этого... Информации по демежу. Кто сколько наносит. Блин, день еще наступил. Ну ладно. Что, будем фулл трай с этими бафами делать? Прямо сейчас? Наверное, да. Давайте попробуем. Так, наверное, чтобы день закончился. Или плевать? Не, плевать, кстати, да. Сейчас добегу нормально. Так, ну что, поехали. Самый мощный трай. А, давайте начнем с крови. Я хочу посмотреть, что она дает за бонусы. 100% сила заклинаний. Давайте пока остальное все просто и выпьем. А, заклинание перезаряжается быстрее. Высасывание жизни магии. И с вероятностью 15% заклинание не потребует перезарядки. Интересно. У, блин, и все повышено на 30%. Блин, страшно с такой кровью. Баф я не забыл? Не, фу, не забыл. Что-то показалось, забыл. А, ну давайте. Немного нервничаю, конечно. Страшно, это такие бафы потерять. Не знаю, они... Ой. Сейчас так тоже поменять. Вон, красненьким даже страшно немного стал на секунду. Так, давай без херни, чел. Он, наверное, противо этот дебаф мы вешать. Уронов ходит. Телеф по-сустрям. Блядь. Внешний чел? Нет, сука. Откидываемся, откидываемся. Где мы? 5 по мне пошло и раз наоборот что не пишет там что-то писала гиби к этим добавил по мне я играю это бафлос и сразу начал играть недель все очень быстро начал происходить просто не успевает за всем следить я тебя по мне попала я тебя ну сука сука победа а я тебя не видел 5 секунд ульта и она через неё нет и что не ульта не спать и дышится нет он тройлер а смотри спел не ульта ты дышилась давай теперь ждем как она кидает дядь куда она куда ты куда ты ебану ты сука я тебе не вижу я там на не церковь да нет в кодексе она бессмертная кодеке на бессмертную что за хуйня это мой босс погодите а нет чё она ебнула почему она его бьет мне кажется мне кажется пациенту надо было стоять а потом когда сливать не понимаю на хильке поднимает мальчик делает дядь она убивает воинку не мальчик происходит я убил пошел в стеках все трясется это сложно то это а я перепугался а нет не хочу вообще не продолжил скелеты давайте находите его я нет снимаю очень сложно так 3 фаза а все Блять, мне обещали три фазы, обланули Ну не, хорошо, с бафами Супер, бля, окей Бафы это просто какая-то супер имба Ааа, что тут у тебя было? Золотое украшение Невинное сердце, еще украшение Два всего И оскол души Соляруса Окей, донести его до дом Посмотрите, что нам дадут, также нам дали какой-то Кровавый ключ, ну давайте это уже Дома распакуем Блин, он 100% крови Бафы, вот эти штуки, вот эти штуки Это, конечно, супер имба Чего мне там, ну, больше вроде ничего нет Хилки вообще не потребовались КП он практически не снимает, блин, насколько просто босс легче стал Это, блин, реально нулевый босс превратился И же бафы имба Ну, если честно, я, наверное, попробую его убить без бафов Не уверен, что я хочу этим заниматься Потому что В целом вероятно, как бы уже даже Ну, мне как бы нечего здесь делать А фармить броню, которую он мне будет ломать Мне не особо охота Также фармить хилки тоже неохота Точнее, эти На святость Потому что без святости здесь никак А, кстати, еще билку Билку, кстати, надо не забыть тоже чекнуть Ну, давайте я пойду Понесу осколок домой Я, по-моему, через проходы тоже не могу ходить, да? Где-то дебаф А, наслабляет вас Вы не можете Вампирскими Да, прибираться через пещеру Нельзя, жаль А, блин Ну, пока я иду, наверное, расскажу Трек, конечно, получился Супер унылым По итогу, я считаю Но, блин У меня есть Как бы столько всего И не попробовать трай На фул Всякие забафы И кровь Я просто не мог Это, блин Заскипать Потому что у меня есть чувак Которого Сто процентов крови Есть все эти штуки Есть вся броня изучена Все талисманы Все оружие И не попробовать трай Реально Ага Причем это первый трай Именно, который я еще не знал босса Мне Как бы Попробовать трай Убить его без всех вот этих бафов Я могу еще Сколько угодно раз То есть Первый это трай Не первый, неважно То есть Попробовать нормально его убить Я могу Но Попробовать трай Где у меня есть фул бафы И чтобы это был первый трай Я могу только один раз Поэтому надо было так попробовать Поэтому Пускай один трай Останется убогим Где у меня, кстати Фот в замке Я не знаю Тут что ли Да Поэтому я думаю Что Все окей То есть Это нормальный трай Все-таки получился Ну Его наличие То есть нормальный Трай, конечно Это супер убогий Я там Паниковал, конечно Но мне кажется Принековать там было Абсолютно бессмысленно Так И я дошел до домика Своего Давайте эту хрень Уберем отсюда временно Так Не сюда Ставим эту штуку Посмотрим Че она нам даст Брать Вот здесь по центру Не лезет Серьезно В смысле А что тебе мешает Бахамута Да блин Видимо другие Надо переставлять Я надеялся то что влезет Я вроде примерялся Так что у меня все Улезало А ну видимо Из-за второй не влезает Что с двумя Я не мог проверить Да вот так Нормально Все Три красивые штуки стоят Кстати вот это Как-то супер активно Светится Видите Это прям вверх идет А здесь у этих нет Что ее в центр Бахнуть Что то что Я ее не юзаю Странно Так ну давайте Че она нам даст Третий баф И это Повышает Сопротивляемый Солнечному свету На 50 Скорость основной Атаки на 5% И физическую силу На 10 Окей Кстати о чем У меня по сути там Получилось Сил магии 65 Шанс критов А блин Не видно 35 или 25 Что типа того И критический урон 170% А здесь кстати 5% Здесь может быть Тоже 15 Какие нибудь Всего лишь Нет Я не понимаю Что там написано Так давайте Также Обилку Потому что я сюда Залезал Чтобы поменять ульту И То что я получил Что-то новое Мясо тело И вот наша ульта На самом деле Призыв падшего ангела Вы призываете падшего ангела Который сражается На вашей стороне 15 секунд С каждым его ударом Накладывается эффект Хрупкость Который на 5 секунд Повышает включаем урон Ну да Это как все Ну не все Многие билд Делают Спейс тут делает Комары делают Еще какой-то Вот эта штука Да Хрупкость накладывают Сейчас наверное Подумаем Разберемся Что там происходило На боссе Потому что я не уверен Что я все понял Ой Зря ульту прожимал Давайте Сейчас 2 секунды Стой Блин Отличается Так Давайте посмотрим Также что такое Кровавый ключ Еще огромный вопрос Где это смотреть Я не знаю Давайте Сходим К Друзья Даже не знаю Какому верстаку Пойти Смотрите Что за Кровавый ключ Ну здесь нету Здесь и ключей В принципе нету Ключи были В самом стартовом В большом количестве Давайте к нему Подойдем Может быть он нам Что расскажет О кстати Можно эту штуку Ульту на этих На зомби Протестить Так Где у меня Самый стартовый верстак Ну ключи здесь есть Но мелкие лишь Возможно в этом В верстаке Золотой ключ От замка Ну все ключи Это в основном Мне кажется Это предмет Только на серверах Уничтожать Вражеские замки То есть это Для онлайн Штук Чего Куда они могли Спихнуть Это последний Тир Это Предыдущий Я что У меня еще Есть Кратко Где Ааа Блин Че так сложно Не могли Полегче Загадку Загадать О кстати Хотя Тут поменялось Нет Да не Это запихнули Но Туда Не верю Нет Окей Сюда Не запихнули Ювель Ювелир А Зачем Ну Здесь Вот эта Штука Кстати Может быть Эту Тоже Скрафт Чисто Посмотреть Как Выглядит А Вот А А О А Ого-го-го, какая штука, внезапно полезная штука оказалась, и это не ключ. А, стоп, так она ничего не даёт, лол, ты просто носил магии. Вы опустошили землю, преодолели тяжелейшие испытания и поглотили самые могущественные сердца Вардорана. Этот кровавый ключ свидетельствует вашего предпосодства, пока что. Намекаю, что будет ещё контент. Вот, это получается 81 уровень не максимальный? А, то есть я могу даже через этот ключ, или его нельзя эквипнуть? Я реально не видел, мне больше 81 уровня никогда. То есть ещё можно сделать 82 через кровь зверя, по-моему, не помню, у кого она уже. А ещё можно, получается, здесь три уровня дойти, то есть 85 максимальный. Окей. Ну и очевидно, что, как бы, вот эта ещё заблокированная часть карты тоже намекает, что игра ещё не совсем вышла. Кстати, некоторые думают, что это будет DLC к игре. Мне кажется, это будет не DLC, а просто игра, как бы, релизница, и оно откроется. То есть просто не доделана игра, игра-то в раннем доступе ещё, если что. Я уверен, что это на релизе просто откроется. Либо плюс-минус, дальше они это просто откроют, и всё. Потому что представить это в виде платного какого-то DLC, ну, это сложно представить. То есть будут, типа, отдельные сервера для тех, у кого есть DLC. Потому что, а что делать тем чувакам, у которых, например, DLC не куплено, а у некоторых куплено. То есть некоторые могут удавить, а некоторые нет. Ну, такое себе. То есть некоторые могут до только определённого уровня качаться на сервере, а другие уходить в лейт-зоны. Такое себе. Также давайте немного по боссу вспомним, что он там делал. Потому что я не совсем понял про три фазы. Ну, про три фазы я знал. Это, блин, сложно было не узнать. Многие про это спойлерили, кого я смотрел. А я и не смотрел, как там эти все... Ну, как, короче, этого босса трат. То есть единственное, что я видел, арену с ним. Ну, это я видел прям совсем ещё в первые дни. Когда я, по-моему, ещё до того, когда же купил Верайзен. Он просмотрел, что там в нём есть. Ну, в принципе, первая фаза, это, короче, до момента, когда он призывает эту штуку. И немного с момента, когда он её только-только призвал. И на моменте, когда он её призвал, эту штуку убить нельзя. То есть я пробовал её убить. Она начинает резать хп себе. И, получается, на первой фазе нужно убивать его. Убить этого чувака нельзя на первой фазе. Он накладывает на себя щит, переходит на вторую фазу. Вторая фаза я немного не понял. Потому что у меня до этого были трали, где он как бы стоял в центре и пускал от меня лучи. И в это время я дрался за этим ангелом. И, по идее, вторая фаза должна быть только... То, что я вот дерусь с этим ангелом, и начал меня только лучи пускать. Но, по-моему, у меня был трай, где он как бы вышел из центра и начал сражаться одновременно и ангел со мной, и он. То есть, если это вторая фаза такая, то это немного странная вторая фаза. То есть, если они всё-таки могут начать снова одновременно драться, потому что даже на второй фазе у него уже улучшены атаки. То есть, это немного сложнее с ним драться. Хотя босс выглядит, на самом деле, достаточно лёгким. У него нет таких каких-то прям стрёмных атак. Мне кажется, его легко будет убить. Просто проблема в том, что их два. Как бы против двоих боссов я считаю, что вообще даже легально использовать всякие бафы. Кровь элитную. Два босса, это против них даже, мне кажется, и баги можно издать, и читы. Это позволительно. Если бы два босса делать. Получается, что? Это вторая фаза, затем он... Затем, получается, сейчас вот мы убили ангела, и он перевоплотился в кого-то другого ангела. Получается, вот этого, кто там? Падший ангел. И немного не понял, что произошло. Но это началась, я так понимаю, третья фаза. И... Честно, я не понимаю. Вот эта штука, которая рядом со мной летала, она вроде бы била даже его. Но, возможно, она его хилила. Я вот не уверен. Но по ощущениям, что реально она его била, наносила урон. Но... Опять же вопрос, почему она умерла? Кто ее убил? Он ее убил? Или я ее убил? То есть, кто ей наносит урон? Либо мы оба наносим ей урон? Этой штуке. Ну, в общем, ладно. Я не знаю. Ну, короче, под вопросом, что я буду делать дальше, потому что вирайзинг... У меня есть еще один интересный план по вирайзингу. Это поиграть на суперлегком режиме в плане ресурсов и всего остального. То есть, максимально быстро все крафтится. Максимально много ресурсов выпадает с мобов и прочее, и прочее. То есть, максимально облегчить в этом плане себе игру. В принципе, вот, у вирайзинга есть настройки. Можно настраивать. У меня тут самые стандартные настройки. Ничего абсолютно не менял. Как стояли по умолчанию, так и ставил. Вот. Но я хочу поменять, сделать вот это, чтобы ресурсы, но изменить боссов. Поставить им максимальный урон и максимальное хп. И смотреть, как это будет. Единственное, что вот мне интересно, как работают, например, боссы, которые кого-то призывают, каких-то с ОМОНов. Как будет это распространяться на СОМОНов? То есть, если они будут баффаться вместе с боссом, то это хрен полнейшая. То есть, например, у Стикса, а адов даже на обычном режиме хрен убьешь. То есть, я не успеваю убивать адов до того, как он начнет призывать даже новых. То есть, реально он просто начинает накапливать адов новых, новых, новых и новых. И они просто в бесконечном количестве там начнут бегать. Если они еще с огромным количеством хп и урона, то это совсем нет. Если ады, в принципе, скелятся, как обычные мобы, то есть, они не под боссы подстраиваются, то тогда еще ладно. Тогда вопрос у меня на самом деле другой. То есть, потому что адов всех я хочу... Вообще, точнее, адов, а обычных мобов выкрутить, чтобы они были суперслабыми. Там ни урона, ни хп у них не было. А как это будет работать, опять же, с боссовыми адами? То есть, они тоже будут низко левельными? В общем, в этом плане я тоже хочу поиграться. А с этим сейвом не знаю. Возможно, я буду заходить и когда-нибудь через год все тут дострою, что я хотел достроить. Может быть, через 10 лет? В принципе, есть другие игры, которые я тоже там начинал все много чего строить, но не доделал. Именно в лейтгейме. То есть, в принципе, замком я доволен. Сейчас ноди даже можно. Давайте прилетаем в мыши. То есть, большую часть вещей, которые я хотел здесь построить, построил. И остальное это такая мелочи. То есть, второй замок, это чисто так, побаловаться. Чтобы было чем заняться альтернативно фарму. Так сказать. Так что я там, превращаюсь? Кстати, я достроил эту штуку тоже. Чтобы нормально выглядело. А, давайте, кстати, окей. Протестим эту штуку. Ну-ка, гей. На нафиг. На нафиг. Ну, лов-лавельных мобов она хорошо убивает. Ее, кстати, не могут пробить. Ну, у нее, да, ванны. Хотя нет, пробивают, пробивают. Могут. Толпой все-таки забили. Все, пропало. Ладно. Так, следующего года через 100 секунд. Она вроде никого не убила. Нет, так, кстати, некоторых убила. Ну, в общем, вероятен все. Игра, конечно, суперская. Не зря я, на самом деле, я ждал два года. Хотя вот в какой-то момент я немного в ней засомневался. То есть, помню, некоторые трейлеры, которые по ней показывали, мне не особо нравились. Я думал, что мне игра не понравится. Даже на релизе не был уверен, что... Ну, не на релизе, когда она стала доступна для продаж. Для покупок, точнее. Не был уверен, что я хочу ее покупать. Но все-таки купил, и супертер доволен. В принципе, я хотел какую-то от стендлоков игру по типу батлрайта, но вот соло, чтобы можно было играть. Ну, и надеюсь, на релизе они сильно ничего менять не будут. Единственное, что я хочу вот как-то, чтобы скиллы поудобнее сделали. Чтобы их менять можно удобнее, чтобы вот эта штука не была бы мега имбой, из-за которой абсолютно другие скиллы бесполезны. О, кстати, как можно лолд. Кстати, не знал, что можно сюда нажать, потом сюда. Не обязательно тащить. Хотя через тащить, по-моему, удобней. Кстати, вот эти штуки можно тоже перенести, я об этом думал. Ладно. Не знаю, наверное, я уже ничем не буду националить заниматься. Если что-то прям глобально изменю, что-то красивое построю, наверное, покажу. А так, в принципе, нет, ничего не буду доделывать, прям целенаправленно. То есть желание возникнет, поиграю. Так, игрушка, конечно, супер кайфовая, но заниматься в ней теперь нечем. Всем босса убит. Все, все штуки стоят. Ока стоит. Трон стоит. Все. Ой, нет, карта закроется. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok